Дети, у меня один вопрос. Вы любите танцевать? Родители, у меня вопрос. Вы любите, когда танцуют ваши дети? Искренний восторг, море позитива и невероятная энергетика так и пульсирует со сцены от этих ребят. Отчетный концерт хореографических коллективов школы танцев «Астерия» не дает усомниться. Здесь дети не просто учатся этому искусству, они им живут. Танец – это продолжение моей души, это то, что я испытываю в моменте, то, как я хочу показать музыку, что я испытываю, что я представляю. Танец – это эмоции и это целая история, которую ты рассказываешь на сцене по-своему, своими движениями. Это как отдельный язык. Эти девочки начали учиться в школе танцев с раннего детства. Сегодня они – чемпионки России, призеры чемпионатов мира и Европы. Их пластика, красота движений завораживает и подает пример для начинающих. Всего в школе «Астерия» 15 детских групп разных направлений и стилей. Показать многогранный, но одинаково красивый танец – главная особенность студии. От трех до шести лет – это детский педагог, который конкретно с ними занимается. Это детские навыковые группы. И к семи годам они уже готовы выбрать какое-то современное танцевальное направление. Либо это контемпоририджаз, хип-хоп, спортивная диско. То есть дети к семи годам уже имеют базу, с которой они могут идти дальше, а могут и остаться в эстрайде, заниматься танцевальным шоу. Когда-то мама привела семилетнюю Дашу в студию бального танца. С тех пор это стало частью всей жизни. А пять лет назад появилась танцевальная студия «Астерия». Сегодня это большой танцевальный дом, говорит Дарья, где работают настоящие профессионалы. Та команда, которая сейчас в «Астерии», я очень ей довольна. Молодые, с горящими глазами, все хотят результат, все развиваются, все обучаются. Это то, что нужно в современном направлении для детей. Каждое занятие – это хорошая физическая нагрузка. Танец развивает чувство ритма, координацию, умение слушать музыку, работать в команде. Это довольно-таки сложные танцы, и у них и занятия как бы физкультурой тоже есть, совмещается одно с другим. Поэтому я считаю, очень хорошо. И танцуют, и физкультурно. Я же говорю, фигура вырабатывается прекрасно. А выход на большую сцену – это преодоление себя, своих страхов и, конечно, награда в виде зрительских оваций за проделанную работу. Ребенок понимает, что большая сцена – это не просто там в студии где-то потанцевать в зале, а именно вот большая сцена, и вот ей как-то это нравится. Такая вот как актриса. Ребенок грезит большой сценой, отчетные концерты. Вот в прошлом году был большой концерт, сегодня у нас второй год, и ей очень нравится заниматься, кубки получать, медали в конце. Чтобы танцевать, не нужны особые таланты, уверяют профессионалы. Главное – рассмотреть в ребенке желание, поддержать его в этом и направить. Я хотела бы сказать, чтобы родители слушали сердца своих детей, и если ребенок хочет пойти на танцы, обязательно, чтобы он его услышал и привел. Потому что в этом и есть, наверное, счастливое детство ребенка, чтобы он занимался любимым делом, а современные танцы – это и спорт, и искусство. Это самое уникальное, что может быть для развития дополнительного образования. Записаться в танцевальную студию на будущий год можно уже сейчас. Желающих немало, а количество человек в группе ограничено. Занятия проходят в лесном городке и в гусарской балладе, причем не только для детей, но и для взрослых. Летом для ребят организуется детский лагерь.